14 логических загадок, которые должен уметь решить каждый. Сегодня мы хотим поделиться с вами несколькими загадками для тренировки мозга и проверки умения справляться со стрессом. Возможно, вам и не придется решать такие головоломки в реальной жизни. Хотя, кто знает. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, смогут ли они найти правильные ответы. Итак, приступим. Задачка номер 14. Человек живет на 17 этаже. Он поднимается на свой этаж на лифте, только если на улице идет дождь или если один из его соседей едет вместе с ним. Когда погода солнечная или если он в кабине один, он едет на лифте только до 9 этажа, а остаток пути поднимается по лестнице. Почему? Ответ прост. Этот человек очень низкого роста. В лифте он может дотянуться до кнопки 17 только кончиком своего зонта или попросив помощи соседа. Задачка номер 13. Если в полночь идет дождь, можно ли ожидать солнечную погоду ровно через 72 часа? Хотите узнать ответ? Нет. Солнечной погоды через 72 часа точно не будет, потому что в это время снова будет ночь. Задачка номер 12. Нескольких человек попросили перепрыгнуть через карандаш, лежащий на полу, но никто из них не смог этого сделать. Почему? А вот и ответ. Карандаш лежал у самой стены. Задачка номер 11. Как нужно бросить теннисный мячик для того, чтобы он вернулся к вам в руки? Уже нашли ответ? Это же так легко! Теннисный мячик нужно подбросить вверх. Задачка номер 10. Вы видите сидящую девушку, но не можете сесть на ее место. Даже если она встанет и уйдет. Где сидит девушка? На ваших коленях. Задачка номер 9. Человек ворочается в постели и не может заснуть. Потом он берет телефон, набирает номер, слышит несколько длинных гудков, кладет трубку и, наконец, спокойно засыпает. Почему же он не мог заснуть раньше? Ответ. Его сосед громко храпел, пока не проснулся от телефонного звонка. Задачка номер 8. В отеле 7 этажей. 4 человека живут на первом этаже, а на каждом следующем живут на 2 человека больше, чем на предыдущем. На какой из этажей вызывает лифт чаще всего? У вас уже есть ответ? Конечно же, на первый этаж. Задачка номер 7. В Африке фирма Nike столкнулась с проблемой. Их кроссовки в большом количестве крали прямо с фабрики. Как Nike удалось остановить воровство, не тратя деньги на усиление охраны? Фирма построила еще одну фабрику и начала выпускать левые и правые кроссовки отдельно. Задачка номер 6. Теперь ответьте вот на какой вопрос. В каком случае мы глядим на число 2, а говорим 10? Ответ очевиден, когда перед нами аналоговые часы. Задачка номер 5. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт и Нерон. Кто из этого списка существенно отличается от всех остальных? Конечно же, это Шерлок Холмс, потому что он единственный вымышленный персонаж. Задачка номер 4. Маленькие пациенты детской больницы любили играть с очаровательными плюшевыми мишками, предоставленными администрацией. Игрушки так нравились детям, что они постоянно уносили их домой. Как руководство госпиталя смогло решить эту проблему? Найденное решение было очень душевным. На всех мишек надели бинты, а детям сказали, что игрушки должны оставаться в больнице, пока они не поправятся. Задачка номер 3. На заре кинематографа прибыли одного американского кинотеатра начали падать. Зрители очень раздражали дамы, которые не снимали шляпки во время сеансов, загораживая экран. Какое дешевое и эффективное решение нашла администрация кинотеатра? Ответ. Они повесили на входе объявления. Мы просим дам снимать шляпы во время просмотра фильма. Просьба не касается старых леди. Задачка номер 2. На полке у ученого стоят две книги. В одной книге 230 страниц, а в другой 325. Сколько страниц находится между первой страницей первой книги и последней страницей второй книги? Есть идеи? Между первой страницей первой книги и последней страницей второй книги находятся только обложки. И, наконец, задачка номер 1. Последняя головоломка очень легкая. Внимательно вглядитесь в эту картинку. Кто из человечков будет сбит с ног? Вот и ответ. Человечка D ударит по голове катящимся шаром. Человечка C проткнет шипами, когда тот же шар скатится на качели. А вот на человечка B налетит шар-противовес, подброшенный вверх и вперед качелями. Итак, вам удалось решить все загадки? Поделитесь с нами в комментариях внизу. Спасибо за просмотр и не забудьте ставить лайки. Если вы на нашем канале впервые, нажмите кнопку подписаться. У нас для вас есть еще масса интересного.